Здарова, народ! Сегодня мне на обзор подогнали беговую дорожку, которая называется Кезга Smart Run. И, наверное, многие спросят, какого хрена дружа? Ты вообще что-то понимаешь в беговых дорожках? Если честно, не особо, но все, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я бегаю на беговой дорожке или хожу на ней практически каждый день. То есть, если у меня днем нет тренировки по железкам, по гантелькам каким-нибудь, нет тренировки по боксу, то есть каждый день я что-то делаю. Если ничего нет, значит, блин, беговая дорожка. Каждый день я пробегаю или прохожу минимум 10 километров. И очень часто подписчики, узнав, что я вот бегаю почти каждый день и достаточно много, они задают вопрос. Нафига ты, дурачок, бегаешь дома? Одевайся, выходи на улицу и побежал. Зачем тебе беговая дорожка? Отвечу честно, и уже в тысячный раз, потому что в инсте много раз отвечал. Дело в том, что в любой физкультуре, в любом беге, в плавании, в чем угодно, важна регулярность. А я достаточно ленивый человек. То есть, если я вижу, что на улице дождь, то я не побегу. Если я вижу, что там ветер, я не побегу. Если там идет снег, я не побегу. Если там слишком холодно, я не побегу. Если там лужи, я не побегу. Если я вспомню, что мне до парка добираться полтора километра, а это придется либо идти, либо бежать по асфальту, я не побегу. И таким образом мне просто становится лень, и спорт убегает от меня. Помимо этого, на беговой дорожке, я прошу прощения за подробности, но я бегаю просто в трусах. Таким образом, я побегал час-полтора-два, и у меня остаются только мокрые от пота труселя, которые я кидаю в стиральную машину. А чтобы пойти бегать на улицу, это нужно собраться, все напялить, а потом все это перестирать, включая там подштанники, термобелье, куртку, шапку, все это нужно, блин, простирать потом, потому что это можно будет выжимать. Я уж не говорю, что на улице, опять же, могут быть лужи, собаки по парку за тобой начинают бежать или еще что-то. А зачем бегать до парка? Да очень просто, потому что если ты будешь много бегать по асфальту, то через недельку твои колени выйдут из чата. И один из самых главных параметров, когда я иду или бегаю по беговой дорожке, то я могу на ноутбуке или на телефоне смотреть какое-нибудь кино, сериалы, подкасты. И иногда это так увлекает, что ты забываешь, что ты прошел уже там или пробежал 15 километров. Вот настолько это прикольно. То есть мне не нужно одеваться, мне не нужно на лестничной площадке здороваться с соседями, я не могу встретить никого из знакомых, зацепиться там языками. Мне не нужно убегать от собак по парку, мне не нужно чавкать по лужам и мне пофиг какая погода. То есть когда у тебя беговая дорожка стоит прямо вот тут, то типа у тебя нет отмаз, ты просто встал и побежал. Ну и да, я понимаю, что в интернете все суперкрутые, и кто-то скажет, тебе должно быть пофиг на мнение окружающих. Но если я, например, представляю, что если какая-нибудь девушка, например, весит 80 килограмм, хочет привести себя в форму, и что ей вот на себе видеть взгляды людей, смотри, она может пробежать всего 100 метров и уже запыхалась, наверное, это не очень приятно. Дома таких взглядов, как ни странно, нет. И да, один из самых распространенных вопросов звучит так. Почему не велотренажер? Потому что я его купил, он у меня был, на третий день сидения, он был такой седалищный, сидение в луже собственного пота, у меня чуть ли не стерлась задница, и я такой, до свидания, просто велотренажер отдал в качалку и купил себе нормальную беговую дорожку. С тех пор я бегаю и хожу. И да, я могу сказать, что беговая дорожка в тысячу раз естественнее и сильно больше мышц задействована, чем на велотренажере. Поэтому это мой выбор. Ладно, базарить не мешки ворочь, как говорится, на фоне вы видели весь анбоксинг, давайте прицельно посмотрим, что же это за девайс. А что по внешнему виду? Шершавое полотно, для того, чтобы вы не скользили поте, как раз ласкапает пот, извиняюсь за подробности. Матовый белый пластик, прорезиненные ножки, питание и самый главный профит данной дорожки. Вы уже догадались, в чем он. Не в том, что она красивая, стильная, беленькая, у нее есть подставка для телефона. Нет, не в этом. Основной профит вот в чем. Ты можешь просто выдернуть питание, после этого ты просто делаешь вот так. Все. Причем она стоит, она не падает, она не тяжелая, я могу вот так ее держать одной рукой. Ну то есть она, ее может ребенок даже поднять. И при этом она на колесиках, я могу сделать вот так. Сколько же она занимает места? Вообще нисколько, как гладильная доска. То есть многие не хотят покупать себе беговую дорожку, потому что говорят, нету места. Что мы на ней будем? Вещи сушить. Народ, эта штука, я не знаю, ну сколько места? Она, она, сколько, 20 сантиметров от стены или типа того? Нисколько. Давайте без монтажа посмотрим. Вот у вас стоит эта дорожка в углу, без монтажа, без ускорения. Сколько времени мне потребуется, чтобы привести эту дорожку в действие? Так, погнали. Я беру, вот так, без шизы, без ничего. Бэм. Оп. Бэм. Ну, единственное, мне придется эту штучку вставить для того, чтобы у меня смартфон, смартфон, для того, чтобы я смотрел на нем сериалы. Далее я смотрю, врубаю питалово вот сюда. Все. Наверное, кто-нибудь, может, не в курсе, зачем тут вот эта штучка, которую вы на монтаже уже видели. Это вот такая магнитная пипирка, которая чуть что отваливается. Так. И вот так вот, опять же, на магнитик прицепляется назад. И она цепляется вам на пояс, на кофту, куда угодно. Зачем это нужно? Если вы вдруг поскользнулись, если вы там подвернули ножку, если вас кто-то отвлек, если еще что-то, и вы навернулись с дорожки, самое главное, навернувшись с дорожки, не получить от нее ссадин, потому что она, вы там упали где-то, да, она продолжает крутиться. То есть, если вы поскользнулись, то все, она мгновенно остановится. Давайте ее запустим. Три, два, один, полотно поехало. Третий по распространенности вопрос от подписчиков. Ну, то есть, первый, почему ты не бегаешь на улице? Второй, а почему не велотренажер? И третий, а как соседям? Вот постоянно, особенно в инстаграме, задают вопрос, а как соседям, что ты прямо вот над ними, короче, бегаешь? Объясняю. У современных дорожек, у Кезга в том числе, есть прорезиненные демпферы, то есть, даже в соседней комнате не слышно вообще ничего. Плюс из-за того, что дорожка как бы демпфирует, то есть, она мягенькая. Ощущение, как будто ты бежишь не по асфальту, раздалбывая колени, а как будто ты бежишь по, знаете, профессиональные покрытия на стадионах, которые такие, как бы, плотненькие, но прорезиненные. Это прикольно. Само собой, мы в 21 веке, поэтому у дорожки есть свое приложение. Экранчик здесь не очень большой, на нем всего лишь там скорость, какие-то калории, дистанция, которую вы пробежали, а всякие разные остальные параметры, там программы и всякое такое на вашем телефончике вот так показывается. А теперь самое главное, какая же у нее максимальная скорость? Максимальная скорость 12 километров в час. Но много это или мало? Кажется, что не очень много. Но на самом деле 12 километров в час, это примерно вот так. Если вы в таком темпе сможете продержаться полчаса, то, скорее всего, вы уже какой-нибудь разрядник по бегу. То есть, например, на скорости в 12 километров в час бежать и разговаривать уже не очень комфортно. Для начинающих это слишком быстро, а профессионалы, наверное, ну это люди, профессионально занимающиеся спортом. 15 километров в час я бы уже бежать и разговаривать просто не смог. А что по спекам? Дорожка выдерживает бегунов до 100 килограмм. Вот я, например, 90 килограмм, я такой 1,87 метра, достаточно пузатенький чувачок. Но меня она выдерживает еще с большим достаточно запасом в 10 килограмм. Ширина полотна где-то 42 сантиметра, но этого более чем хватает. Моторчик здесь, как заявлено производителем, от Fuji Electric. Это такая достаточно крупная надежная фирма. Мощность его я не знаю. Могу только сказать, что вот я вешу 92, меня тянет нормально. Просто прекрасно тянет, я просто иду. Народ, важнейший момент при использовании беговых дорожек, практически любых, в том числе и Кезга. Не стойте на полотне, когда запускаете дорожку. То есть запускаете, пока полотно начнет двигаться. 3, 2, 1. И когда оно начало двигаться, только тогда по нему начинаете идти. Потому что максимальная нагрузка на двигатель идет не тогда, когда вы вот так уже идете по полотну, а чтобы отлепить вас, когда вы его прижали в стоячем положении. Короче, сначала запускайте полотно, а потом на него встаете и начинаете идти. Надеюсь, понятно. Ну, либо не следуйте этому совету, если хотите, чтобы дорожка прослужила типа в 10 раз меньше, чем могла бы. Кнопки сенсорные, сломать тут нечего. Мы можем посмотреть скорость, время, сколько мы идем. Вот запустили одну минуту назад. Мы прошли 0,09 километра в этом дубле. И можно посмотреть, сколько мы сожгли калорий. Пока что всего лишь 6. Складывается она так же просто. Вырубаем, выдергиваем питание. И слева есть вот такая вот пипирка. Просто нажимаем ее, и дорожка сложена. Какая мораль? Есть ли дорожки с более широким полотном? Есть. Они обычно профессиональные, стоят по 300 тысяч, стоят в спортивных клубах. Есть ли дорожки, которые меняют наклон? Да. Но они обычно стоят сильно, опять же, дороже. Из объективных вот таких разрешите докопаться. Сюда поместится любой телефон и даже очень большой телефон и небольшой планшет. Но ноутбук, собственно, нет. Он либо раскрошит эту штуку, либо отвалится. То есть с ноутбуком здесь бегать не получится. Ну, мелочь, ну, такое. А в остальном, по факту, друзья мои, это беговая дорожка, неплохая по соотношению цена-качество и способная выдерживать 100 килограммовых боров на скорости 12 километров в час. Что, если честно, достаточно неплохо. Кому интересно, Кезга дали мне вот такой вот промокодик, промокодик обломов, если заказываете на сайте производителя. Кому влом, берите просто Сазона. Она там тоже есть. Но я уверен, что у меня есть подписчики, которые скажут. Дружа, мы очень любим кушать много и вкусно, как написано у меня на футболке. Но что-то бегать мы не можем. Есть что-нибудь попроще? Ну, если что, у Кезга есть и попроще. Смотрите. Есть вот такая вот малютка еще. Это Волкинг Подстарт, но она чисто для ходьбы. Давайте покажу тоже. Это вот такая вот малютка, которая просто для ходьбы до 6 километров в час. С пультиком, который делает быстрее или медленнее. И вы просто носите его в руке. Но она покороче и как бы поменьше. И не для бега. Для тех, кто хочет подешевле и просто прогуливаться дома. Какая мораль? Первое. Практически не занимает места. Второе. Разгоняется до 12 километров в час. Третье. Складывается и раскладывается типа за 8 секунд или около того. И да, вы сможете поставить небольшой планшет или большой смартфон. А вот ноутбук, скорее всего, уже навернется. Но, честно говоря, по-крупному докопаться и не до чего. Берешь и бегаешь. Просто бегаешь. Не выходя на улицу. Не бегая от собак по парку. Не выходя в дождь. Не бегая в снег. Не дыша там в минус 10 морозным воздухом. Встаешь, блин, и побежал. Ну и еще, собственно, дают промокодик, что прикольно. С вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Занимайтесь спортом. Конечно, без диеты вы сильно не похудеете. Но поддержать сердечко в тонусе это всегда топ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok